Продолжается прививочная кампания для сотрудников социальной сферы. Дополнительный пункт выездной вакцинации для педагогов и работников культуры открылся в 18-й школе. Он будет работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. К сожалению, не столкнулся с той инфекцией, которой никогда не было в природе. И это совершенно новый этап, новая такая ковидная эпоха, которая заставляет нас уже два года жить по-другому. До начала вакцинации доктор медицинских наук, врач-кардиолог Наталья Соколова провела встречу с теми, кто хотел получить ответы на интересующие вопросы. Она объяснила, чем именно опасна инфекция и почему необходимо защитить себя с помощью вакцины. Она отметила, что учителям не стоит ждать начала учебного года, когда школа вновь откроет свои двери для детей. Важно сделать прививку заранее. Нам очень важно создать коллективный иммунитет для того, чтобы, во-первых, нам быстрее выйти из этого ужаса пандемии, вернуться к нормальной жизни. Во-вторых, для того, чтобы прекратилась мутация, вот эти изменения в вирусе. И чтобы тот опыт по вакцине, который есть сейчас в мире, он работал. Нам нужно защитить наши кадры, наших учителей. Все желающие вакцинироваться предварительно прошли медицинский осмотр. Перед процедурой медперсонал провел анкетирование. Также измерили сатурацию, артериальное давление и температуру. Для педагогов, которые сегодня сюда пришли, прививка от COVID-19 очень важный и ответственный шаг. Вакцинация важна сейчас для каждого из нас. И как педагог я осознаю всю важность от того, чтобы подавить безопасность наших близких, родных, детей, которых мы обучаем. По образованию я биолог, поэтому всю ответственность перед обществом в данной ситуации я тоже понимаю. Я считаю обязанность себя привиться просто для того, чтобы не было у моих, во-первых, подчиненных сомнений в том, что прививка это правильно и хорошо. Но, во-вторых, знаете, как говорят в народе, береженого Бог бережет. В Твери все больше педагогов принимают решение пройти вакцинацию от COVID-19. Делать прививки в 18-й школе сотрудникам отрасли образования и учреждений культуры планируют каждую неделю.